Всем привет, друзья! Сегодня будут новиночки из магазина КБ, но немножко в таком необычном формате. Конкретно будет формат такого батла, можно сказать, пшеничного пива. Конкретно будут у нас сегодня три новиночки из магазина Красное и Белое. Это Ratzherren, Германия, Hopfendorf и, в принципе, пиво той же ценовой категории из магазина Пятерочка, это Patronus. А я делал обзор на это пиво на канале, в принципе, мне это пиво понравилось, поэтому я считаю, что это достаточно хороший представитель за свои деньги. Сейчас я буду, в принципе, зачитывать основную информацию, рассказывать о пиве, потом мы все это продегустируем в темную и будем делать вывод, насколько хорошее пиво в магазине Красно-Белое, кто у нас победитель, какое пиво мне понравится. Это что касаемо этого ролика, именно по пшеничному пиве, примерно в таком же формате, только, наверное, возможно, без какого-то такого другого пива, потому что не вижу смысла условные Жигули ставить, когда я буду лагерой тестировать этих же брендов. Вот, потому что Жигули, мне кажется, это все-таки немножко другой стиль. Немецкие лагеры и то, что у нас как-то, оно немножко отличается. Непонятно, что брать в итоге. Ну и там обычно они же пишут, пилснер, не пилснер, короче, такая история. А темные представители будут у нас в отдельном ролике, просто как бы в рамке обычных пивных новинок, где я просто буду проводить обычную дегустацию. Собственно говоря, давайте ознакомимся с представителями. Так, первый у нас представитель. Пиво Рацхерин. Франкфуртер Хефи Вайцин. Светлая, пшеничная, нефильтрованная, неосветленная, пастеризованная 0,5. Так, что здесь нам, кто, во-первых, это пиво производит? Это Фельдшлёхин, Фельдшлёскин, Фельдшлёскин. Достаточно у нас уже такое известное, да, пиво. В магазине Красно-Белое очень давно продается пиво Фельдшлёскин. Пилснер тоже, кстати, есть и Вайцин. По-моему, там еще одно время был Урбак и какое-то темное пиво. Потом они пропали, сейчас вроде опять появились. Ну, в общем, не суть. То есть, достаточно нам известный пиво вареный завод. Находится в Дрездене, Германия. Давайте еще по характеристикам, по составу. Итак, состав вода. Солод пиво вареный, ячменный. Солод пиво вареный, пшеничный. Экстракт хмеля, хмель, дрожжи. Экстрактивность начального сусла 12,4. Алкоголь 5,4. Больше среднего, чем обычно в Кэфи Вайцинах. Следующая, Германия. Кстати, интересно относительно, на каких языках здесь еще написано. Вот здесь полностью поле на русском. Здесь поле на... А здесь какое-то укороченное поле. Вот на английском есть, на немецком, на итальянском. И все. Вот такая вот. Ну, какое-то оно укороченное. Наш поле огромное прям, а то прям немножко укороченное. Что по Германии? Здесь у нас языков намного больше представлено. В том числе есть испанский, немецкий, итальянский, английский. И тоже огромное поле чисто на русский выделено. То есть вот столько у них выделяется, даже меньше. Вот смотрите, ребят. Вот столько на 4 языка, и вот столько выделяется на наш русский язык. Что как бы любопытно. Пиво Германия Кэфи Вайсберг светлое. Нефильтрованное, осветленное, пастеризованное 0,5. Так, это пиво изготавливает Эйхбаум. Private Braury Эйхбаум. Мюнхен, Германия. Так, давайте здесь по характеристикам. Состав. Вода. Ячменный солод. Пшеничный солод. Экстракт хмеля, дрожжи. Экстрактивность начального сусла 11,8. Алкоголь 5,2. Ну вот это вот уже ближе к стандартной такой пшеничке. То есть что-то в алкогольности типа 5, 5,2. Ну экстрактивность могла бы там, наверное, чуть больше быть. Типа там 12. Как бы здесь 11,8. Но 11,8 тоже ничего. Еще вот это мне больше, так сказать, к стандартным характеристикам ближе. Следующий представитель у нас. Hopfendorf Hefeweizen. Светлая, пастеризованная, нефильтрованная, осветленная. Тоже объем 0,5. Здесь в принципе у всего пива будет объем 0,5. Все оно производено в Германии. Так. Это пиво у нас тоже производит Fett Schleschen. Dresden, Германия. Так. Здесь относительно языков. Здесь все исключительно на русском языке. Вот все, что на банке здесь только на нашем языке написано. Так. Давайте по характеристикам. Состав вода, ячменный солод, пшеничный солод, хмель дрожжи. Кстати, внимание изначально что-то не обратило. Вот здесь вот решил обратить. Первым идет ячменный солод, пшеничный солод на втором месте. То есть получается, что здесь пшеничного солода меньше, чем ячменного солода. Что, по-моему, кстати, для стиля кофевайца вообще не свойственно. Если я не ошибаюсь, в кофевайце не должно быть все-таки начинаться с пшеничного солода. Хорошо. Объемная доля этилового спирта 5. Экстрактивность 11,3. Ну, здесь что-то экстрактивность, как по мне, совсем слабая. Хотя алкогольность пятерка стандартная. Давайте сразу еще раз я гляну по поводу солода. Здесь ячменный на первом. Здесь. Так. И здесь ячменный. Везде ячменный, короче, солод. Давайте в патроны взглянем. Здесь у нас, ну, по языкам я не буду. Здесь много достаточно, на самом деле, языков. Что здесь нам пишет производитель? Состав вода питьевая, солод пшеничный. Вот здесь солод пшеничный на первом месте. Солод ячменный, светлый экстракт хмеля, дрожжи. Так. Так, так, так. Это пиво нам тоже производит Экбаум. Вот. Алкоголь здесь 5,5. Экстрактивность 12,3. То есть получается, что вот этот максимально близок к нему. То есть 12,4, 5,4. Да. Ну, вот такая вот история. Так. Собственно, поэтому я все сказал. Теперь небольшой, маленький, такая, можно сказать, минутка рекламы. Не рекламы, как хотите. Я, в общем, завел бустик. Кто хочет меня поддержать финансово, так сказать, можете переходить по ссылке. Закреплю ее в первом посте под этим видео. И можете, как бы, подписаться. Соответственно, поддержать меня, мой канал Копеечкой. Вот. Там будут различные, так сказать, плюшки в зависимости от уровня подписки. Ну, мы еще запишем такой потом ролик. Немножко поболтаем про то, что планируем именно сделать на бусте. Это так просто. У кого есть желание поддержать, Копеечкой, пожалуйста, переходите. А мы будем, собственно говоря, начинать ролик. Сегодня мне будет помогать брат, он, ну, в этом ролике он будет за кадром. Я просто сейчас, как всегда, закрою глаза. Брат, соответственно, будет это все разливать, а я уже буду дегустировать. Ну что, погнали. Все. Я перехожу в такой режим, можно так сказать, ожидания. Сейчас вот так вот даже опущу голову, чтобы просто на глаза себе не давить. Надеюсь, там, кстати, я заметил, одна баночка немножко повреждена. Надеюсь, с ней не возникнет каких-либо проблем. Вот. В плане того, что она там не начнет как-то выливаться. И что-нибудь какого-нибудь с ней, или дефекта какого-нибудь она набрала. Надеюсь, все будет нормально. Вот. К сожалению, когда покупаешь много пива, ты не всегда можешь обратить внимание на какие-то такие моменты. Надеюсь, все будет хорошо. Что я ожидаю? Давайте я пока расскажу свои ожидания. Честно сказать, я думаю, все пиво окажется таким не в моем вкусе. Будет достаточно, скорее таким, водянистенький. Блин, я какую-то ароматику не очень приятную. Вот сейчас выловил. Тоже, троже. Прямо как с кисшим немножко. Дрожан сказал. Ну, я не буду гореть, какое-то ты пиво открываешь. Это второе было, да? Это первое было. А это первое было? Хорошо. Ну, просто отметим это в целом. Потому что, я не знаю, но я имею в виду в конце, когда я уже буду знать, надо немножко будет вспомнить этот момент. В общем, что я ожидаю? Я, честно сказать, ничего хорошего от этого пива не ожидаю. Я, у меня скорее задача понять патрон. А, и, кстати, налей, пожалуйста, чтобы полностью, ну, вот, знаешь, взболтать. Вот это, да. Чтобы для полноты, так сказать, картины. Все-таки пшеничное пиво, оно требует этого. Потому что, если где-то не сделать, то, может быть, вкус немножко искажен. Что-то прям ароматика, конечно. Удивительная немножко. Не такая, прям вот кисловатостью какую-то такое. В общем, буду надеяться, конечно, что пиво окажется более-менее. И, кстати, я не сказал по поводу цен. Все пиво по 65, в том числе и патронов, кроме Хобфендорфа, он стоит 70 рублей. Так что, даже в плане ценовой категории, все пиво, все пиво у нас ровное. Так, ну, что мы, ребята, видим сразу? Нет пены, это не нормально для пшеничного пива. Здесь пена минимальная. Это тоже, как бы, и она оседает. Что я вот сразу могу сказать предварительно? Вот это патрон, скорее всего, мне кажется, чисто по цвету. Потому что он наиболее такой, ну, коричневатого какого-то уже цвета. Более такого насыщенного, медового, как хотите цвета. Ну, и пена. Пена есть только здесь и только здесь. Соответственно, пшеничный солод в нормальном количестве, мне кажется, есть только в этих двух представителях. Тут вообще нет его, то есть он по минимуму. Это, наверное, самое... Я даже здесь попробую угадать именно, просто чисто опираясь на характеристики, условно говоря. Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, у меня ничего особо не выйдет. Но я для себя поближе сейчас это все делал, подвину. Начинать буду отсюда. Хоть из пены, но не буду им нарушать порядок, начиная, как всегда, с этой стороны. Так, представитель номер один. Правильно же, ты же номер один? Да. Ну, кстати, ароматика такая, пшеничного пива, бананчики. Не супер яркая, но умеренная, вполне себе приятная ароматика. Да, давайте сначала все по ароматике пройдемся. Это я хотел уже бахнуть, но будем соблюдать регламент. Второе пиво. Тоже есть какие-то пшеничные нотки, но здесь все как-то... То ли пена мешает, то ли что. Не очень мощная ароматика, но в целом она такая, более-менее нормальная. Ничего негативного не вижу. Здесь слабая очень ароматика. Совсем по минимуму, где-то на большом удалении чувствуется, что это какое-то пшеничное пиво. Последнее. Вот у этих двух примерно одинаковая ароматика. Одинаково слабая. Одинаково... Где-то на удалении можно подумать о пшеничном пиве, но ароматика в принципе очень слабая у этих двух. И очень похожая. Самая яркая, самая, на мой взгляд, правильная ароматика у первого представителя. Немножко какая-то такая интересная у второго, но в принципе ничего. Да, вот здесь самая такая, как бы пшеничная, если так можно сказать, ароматика. Но супер крутой ароматики все-таки я нигде здесь не почувствую. Причем все пиво у нас хорошая температура, ароматика должна быть достаточно яркая. И я ее ощущал, ароматику, пока ты наливал, кстати, пиво. Сейчас уже нету. Ну что, ребят, переходим, собственно, непосредственно к самому основному, к дегустации пива. Давайте смотреть. Такое пшеничное пиво. Немножко кисловатенькое. Немножко... В целом мягенькое, кисловатенькое, приятненькое пивко. С небольшим таким, каким-то налетом специи. Немножко какие-то дающие такую интересную, специфическую вот эту горечь, которая бывает вообще... Не горечь, прям горечь, а небольшую горчинку, скажем так. Поехали по второму пиву. Давайте посмотрим. Вот это плотное пиво. Вот здесь ощущается сразу плотность. Немножко другое пиво. Вот это, мне кажется, все-таки это патронус и есть. То есть, хорошее, ну как, относительно хорошее, плотное, такая пшеничное, нажористое пивко. Кислинки практически нет. Вот. Небольшая, такой же тоже, ну какой-то вкус каких-то таких вот специй, чего-нибудь такого. Хороший вкус. Вот это мне, пока у меня вот этот фаворит. Это пиво. Вот как раз для тех, кто любит более лайтовую такую пшеничку, более такую кисленькую, может быть. В принципе, ничего, но немножко такая. Сейчас, наверное, маленькую паузу надо рецептором дать отдохнуть. Так, ну что, ребят, поехали дальше. То, то самое пиво, которое было у нас без пены. Кстати, карбонизация здесь достаточно такая, яркая идет. Но ароматика здесь все-таки чувствуется из пшеничного пива. Непонятное пиво. Оно как будто, не знаю, оно вроде и не испортилось, но оно вроде может быть начинает портиться или что-то с ним такое. Потому что как бы немножко, оно вроде, кстати, и вкусное даже, наверное, должно быть. Но оно почему-то какое-то немножко водянистое вот получилось в итоге по факту. А тело потом его как бы догоняет. То это специфическое странное пиво, честно сказать. Не очень понял. Не очень понял это пиво. Давайте последнее. Кстати. Знаете такое... Вот это, кстати, тоже достаточно плотное пиво. Вот это, кстати, тоже достаточно плотное такое пивко. Но оно более такое, в целом, какое-то сбалансированное. Но то ли в нем газации как-то больше, оно какое-то немножко агрессивненькое. Я не знаю, что, ребят, выбрать. Вроде больше всего на пшеничное пиво. Мне вот это вот, второе пивко зашло. Сейчас еще я ополосну рецепторы. Надо еще точно попробовать, как минимум, второе. Так. Ничего, короче, ребят, непонятно. Все пиво. Вот реально, вот это лучше всего мне понравилось. Короче. Буду подводить итоги. А какой у нас был? Вот это, да, по плотности? Предположу, что это четвертое. Соответственно, патронус я предположу, что это... Вот это пиво. Так, а здесь что? Какое у нас было? Здесь 5, 0, 11, 3. А здесь... 11, 8, 5, 2. Какое у нас понасыщеннее-то было? Блин, надо все перепробовать. Еще раз. Угу. Ну, пусть будет так. Подожди. Допустим, я так определил. Вообще, мне больше всего понравилось пиво номер 2. Без вариантов. Оно максимально, ближе всего, похоже на пшеничное пиво. Жидкое номер 3. Ой, номер 3 у нас вообще какой-то... Ну, оно непонятное скорее. Ну, и жидкое по факту оказалось. Номер 4, оно вроде нажористое, но какое-то оно не совсем вот прям пшеничное. Вот мне показалось, что здесь именно нехватка самого пшеничного солода в нем. То есть, вроде пиво нормальное, но как бы ни туда, ни сюда. Вот первое, оно максимально похоже на... Тоже на пшеничку, но на такую более кисленькую, более лайтовую. Правильно я расположил или нет, до хрена его знает. Расставил наугад. Вот такие, примерно, результаты. Все угадал. Все угадал. Вот так вот. В пшеничном пиве-то я, ребятки, разбираюсь. Ну, давайте теперь объективно. Патронус, на мой взгляд, сразу выдал себя цветом. Ну, единственное пиво, ну и когда я зачитывал состав, я еще обратил на это дополнительное внимание, что пшеничный солод. Пшеничный солод только здесь себя как бы и выстрелил. А остальное, почему я так распределил? Ну, просто, опять же, вот здесь самая высокая плотность. Вот это пиво имеет, видно, по ощущениям, более высокую плотность. Здесь тоже нормальный вкус. Предположу, что именно это пиво, опять же, исходя из характеристик. Поэтому такие дела, ребят. Что могу сказать окончательно по итогам? Лучше идти в пятерочку и покупать патронов. 65 рублей, оно намного лучше, чем вот любое из этих трех. Ну, хорошо, если кому-то прям хочется лайтовой какой-то пшенички, вот можно вот этот Хоппендорф брать. А вообще, по факту, магазин КБ пролетает, как по мне. Именно в области пшенички, именно в области сегодняшнего ролика. Ребят, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на Бусти, кто хочет поддержать меня монеткой. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой игровой канал. Вступайте в группу нашу Telegram по общению. Все ссылочки есть в шапке канала. Ставьте лайки этому видео. Всего доброго. До новых встреч. Всем пока.